Не знаю, у меня злости не хватает. Я знаю, что если я сейчас начну это комментировать, то я наговорюсь здесь на еще одну статью, на еще одно уголовное дело, которое возбудят в России. И оно, к сожалению, будет, наверное, обосновано с точки зрения закона. В той категории будут люди, как сказал этот адмирал Колчак, не трогайте артистов, кучеров и женщин древней профессии. Они служат любой власти. Вот это, наверное, такие же товарищи. Они сегодня ходят в этих спортивках, кричат, что Ахмат сила. Поменяется власть, будут ходить в других спортивках, будут кричать, что что-то другое сила. Я убежден в том, что это как раз-таки для этого и запрещалось, чтобы создать что-то свое. И свое, это понятно, что это не Томаевская и не этого его напарника. Это Кадыровская, это они, видимо, создали. И там уже было разрешено биться, все нормально, типа пол. Здравствуйте, Томсо. Познер как-то сказал, что российская пропаганда намного мощнее советской. Согласны ли вы с данным утверждением и как эффективно ей противостоять? Здравствуйте, Виктор. Ну, не буду спорить с Познером. Он жил при Советском Союзе и был, наверное, даже частью этой пропаганды. Поэтому, может быть, ему виднее. Я могу судить о российской пропаганде. Мощнее она, чем советская или нет, не знаю. Так что здесь давайте оставим этот спор для живших в те периоды людей. Возвращаясь к вопросу о пропаганде. Не думаешь, что условные Соловьев, Скобеева и прочие обходятся власти дороже, чем приносят пользу? Как вообще кто-то может им верить и в век свободного интернета? Опять-таки мне сложно судить, больше ли они приносят пользы, чем на них тратят деньги. Я не знаю. Это видишь, это все-таки субъективная такая оценка будет, так как мы с тобой можем посчитать, что пользы от них... Ну, я, например, считаю, что вообще абсолютно нет никакой от них пользы. Ну, допустим, Путин может видеть в этом какую-то великую пользу. Может быть, он считает, что это прямо вот... Что они самые главные приносчики пользы в России. Поэтому я не знаю. Мне сложно ответить на это. А по поводу, есть ли люди, которые им верят, ну, те, кто смотрит телевизор, не знаю, бабушки какие-нибудь, наверное, да, они в это верят. И, возможно, есть еще какие-то там люди, сторонники. Значит, сторонники вот этого российского шовинизма, русизма, они изначально... Вот, смотрите, есть две категории людей, да. Возьмем, допустим, человек, он... Если он чистый лист, то есть он человек без убеждений, то он сначала смотрит, и затем то, что он считает более правильным, он раз, начинает придерживаться этого. Но есть и другая категория людей, которые изначально имеют какие-то взгляды, и они уже под свои взгляды выбирают контент. И таких людей тоже ведь немало. И вот эти люди, из числа вот этих людей, которые под свой контент, под свои убеждения выбирают контент, среди них есть те, которые имеют вот эти вот убеждения русские. Убеждения русского мира, величие, мы, там, подбоярышник, какие мы великие. Вот такие чуваки. Они будут выбирать именно вот Скобееву, Киселева и прочих. Потому что им уже у них есть эти убеждения, им неприятные разговоры, которые критикуют, допустим, эту политику. Им это неприятно. Они будут смотреть вот этих товарищей, будут их целенаправленно искать, выбирать. Тумсу, а что будем делать, когда будет исчерие с ребятами, которые сейчас ходят в спортивках Ахмата, кричат «Ахмад сила», фоткаются с кадыровцами и кидают им респект. Я не говорю о должностных и ментах. Ну а что с ними делать? Ничего с ними не делать. Если преступления они не совершали, что мы можем с ними делать? Ничего. Там, наверное, из той категории будут люди, как сказал этот адмирал Колчак. Не трогайте артистов, кучеров и женщин древней профессии. Они служат любой власти. Вот это, наверное, такие же товарищи. Они сегодня ходят в этих спортивках, кричат, что «Ахмад сила». Поменяется власть, будут ходить в других спортивках, будут кричать, что что-то другое сила. Тумсу, а если чеченец желает быть в составе России, он для тебя предатель, каждый чеченец прям обязан желать отделиться или все-таки они имеют право на альтернативную точку зрения? Они имеют право на эту точку зрения, но для меня это предатель. Конечно, он может так считать, кто ему это запретит. Но и мне никто не запретит считать его предателем. Я считаю его предателем. Говорят, что Хамбиеву дали краповый кувшин. Это правда? Да, причем уже давно ему его дали. Почему не говорите про пытки в российских колониях? Там русские реально насилуют швабли от чеченцев. Слушайте, я, честно сказать, все больше и больше каких-то кадров вижу. Мне присылают оттуда. Это очень тяжелые кадры. И мне даже как-то тяжело это комментировать. Я не знаю, у меня злости не хватает. Я знаю, что если я сейчас начну это комментировать, то я наговорюсь здесь на еще одну статью, на еще одно уголовное дело, которое возбудят в России. И оно, к сожалению, будет, наверное, обосновано с точки зрения закона. Поэтому я, наверное, промолчу. Но это, конечно, отвратительно. Томсо, знаком ли ты с деятельностью Тисака? Можешь ли объяснить, чем он занимался и что продвигал в массы? Так что его посадили и запытали. Нет, я, наверное, очень поверхностно знаком с деятельностью этого человека. Но был, насколько я понимаю, неонацистом. И то, что я видел, то, с чем я знаком, это вот эта тема с окупай педофилей. Это были какие-то ролики, где они находили этих педофилов и их унижали. Я вот только с этой темой знаком. Знаю, что его судили за очень тяжкие преступления. Насколько реально он был в этом виновен, я не знаю, не буду давать оценку. Томсо, вроде кадыровцы запретили чеченцам драться в поп-мма. А на хайп-файтинг дерутся чеченцы. Как думаешь? Мне просто интересно твое мнение. Я просто не знаю, что такое этот хайп-файтинг. Насколько я осведомлен, им запретили реально участвовать в этой битве за хайп. Тогда была, по-моему, еще какие-то другие темы. И после этого раз мы узнаем, что два чеченца, вот этот Томаев и второго, я забыл, они создают какой-то там якобы свой промоушен называется. В общем, какую-то свою тему. Как она называлась, тоже забыл. И здесь я убежден в том, что это как раз-таки для этого и запрещалось, чтобы создать что-то свое. И свое, это понятно, что это не Томаевская и не этого его напарника. Это кадыровская. Это они, видимо, создали. И там уже было разрешено биться, все нормально, типа по канонам там, типа мы сделали. Вот. И если то название, которое вы умеете в вопросе, если об этом идет речь, то я думаю, это как раз их тема. Ну что, ты за то, чтобы запретить эти бои, они извращают и отупляют молодежь. Мало того, что они идут против религии, они идут против простых пониманий, что хорошо, а что плохо человеку. Я не знаю насчет запрета, стоит ли это прям запрещать, не приведет ли это, наоборот, к обратному эффекту. Но популяризировать это я точно бы не стал. Что бы я точно не делал, так я бы это не популяризировал. Никак бы не поддерживал. Я думаю, тогда это само по себе было бы не настолько модно. Субтитры сделал DimaTorzok